Громкий скандал в Италии. Министр внутренних дел Матео Сальвини подозревают в злоупотреблении, служебным положением и незаконном лишении свободы мигрантов. Почти неделю он не позволял кораблю с беженцами зайти в порт Сицилии. В результате сам может оказаться за бортом итальянской политики. Татьяна Лугунова продолжит. Долгожданный берег. В ночь на воскресенье судно итальянской береговой охраны Дичотти пришвартовалось в порту Катании. И 137 беженцев, спасенных в Средиземном море, смогли покинуть корабль. На борту люди провели 10 дней и даже объявили голодовку. Из-за того, что сначала их отказалось принимать Мальта, а потом Италия. Пустить корабль в порт распорядился министр внутренних дел Италии Матео Сальвини. Тот самый, который почти неделю блокировал высадку беженцев. Главный силовик Италии предъявил ультиматум. Люди сойдут на берег, только если их приютят у себя другие страны. В итоге 20 человек согласилось взять Албанию, а еще столько же Ирландия. Остальные беженцы останутся в Италии. Их распределят под церковным приютом. Ну а под министром внутренних дел из-за всей этой истории зашаталось кресло. Прокуратура Сицилии начала расследование в отношении Сальвини. Его подозревают в злоупотреблении властью и противозаконном лишении людей свободы. Сам министр уже заявил, ему все равно. Они могут начать против меня расследование, они могут меня арестовать. Но им будет сложно бороться с желаниями 60 миллионов итальянцев. Пусть делают, что хотят. Пусть приходят и забирают меня. Я жду. Тем временем итальянский премьер потребовал от лидеров ЕС как можно быстрее разработать и согласовать механизм распределения беженцев. Иначе Италия воспользуется правом ВЕТА и заблокирует принятие проекта бюджета Евросоюза. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникейенко. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер.